Трасса Н-08 Борисполь-Днепропетровск-Запорожье. С сегодняшнего дня представители службы автомобильных дорог Запорожской области, Госавтоинспекции и Обл.Автодора приступили к практическому обследованию дорог общегосударственного значения. Главный недостаток запорожских дорог – поврежденное дорожное покрытие. К этой проблеме дорожники давно привыкли, но готовы ситуацию исправлять. Выбойки, где-то три квадрата. Барьерное ограждение покрасить. Обновить осевую линию разметки. Обеспечить водоотвод с обучины. Есть ямочность, есть незначительная ямочность, допустимая, ограниченная. Есть ямочность, которая в другой раз создает аварийные ситуации. То есть водитель обязан или должен, грубо говоря, увидеть с собой яму, объезжает, выезжает на встречную полосу, чем может создать аварийную ситуацию. Слава Богу, в данный момент, то есть в течение этого года, за три месяца, тяжелых ДТП здесь не было, контрольных ДТП имею в виду. В том году были случаи, два случая таких было. Но на данный момент дорожная организация своими силами справляется. Кроме ям, запородские автодороги имеют и другие дефекты. Некоторые из них – вследствие прошлого летнего сезона. Когда асфальт не выдерживал большие нагрузки тяжеловесных автомобилей и начинал плавиться. Один из петельного напряжения, который мы достигаем, это колейность и наплыв, которые тоже были применены после комиссионного расследования. Влияет на безопасность автомобильного движения и отсутствие дорожных знаков или их деформация. Воровство процветает знаков. Вот только на дорогах, которые мы будем обследовать, на которых я останавливался, более 2000 знаков не хватает. В том числе знаков приоритета. Тривольных знаков 410 не хватает на этих дорогах. Круглых 306 – это знаки запрещающие. Направление поворота, которое говорит водитель об опасном повороте, птички так называемые или шевроны, тоже не хватает 253. Наиболее проблемные участки дорожного полотна представители обл.автодора уже ремонтируют. Хотя работы еще – непаханное поле. Обочины смотрим, чтобы они были спланированы, чтобы вода на них не стояла, водоотвод был обеспечен, транспортное ограждение, которое тоже мы видим, знаки маршрутного ориентирования. На все обращается внимание. На поросль, обеспечение на перекрестках, чтобы было видно водителю, когда он выезжает со второстепенной дороги. Службе автомобильных дорог области к ситуации подходят с оптимизмом. Говорят, наши дороги не самые плохие по сравнению с другими регионами Украины. Из 7 тысяч квадратных метров автомобильных дорог общего пользования свой срок эксплуатации отслужили 3%. Где-то порядка 175 километров у нас есть таких из 7 тысяч, которые на сегодня мы предъявили их Украфтодору, что участки дорог, которые практически невозможно отремонтировать, проведением ямочного ремонта. Они требуют капитальных вложений и проведения капитальных ремонтов. К слову, в этом году на эксплуатацию дорог в Запорожской области выделено 104 миллиона гривен. Эта сумма по сравнению с прошлым годом больше, но утверждают в службе автомобильных дорог в связи с подорожанием всех материалов все равно незначительная.